Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр и у меня есть к вам одна очень большая и очень важная просьба прошу отнестись к ней со всем уважением и ответственностью, друзья! Пожалуйста, поприветствуйте моего пельмеша, потому что мне кажется, мы стали забывать кто же он такой и насколько он важен для нас в этой игре в игре под названием Battle Cats, которую мы сейчас будем проходить и мы снова отправляемся в космос, у нас тут небольшие ограничения и мы можем строить одновременно лишь 20 котов довольно мало, не думал, что на Меркурии настолько ужасная атмосфера, что позволяет жить на целой планете всего лишь 20 котам нахрена мне сдалась такая планета, где может жить всего лишь 20 котов эта планета вообще, блин, и ореха выделанного, выеденного не стоит именно ореха, друзья, это важно ну ладненько, построим несколько котов и как раз у меня будет возможность накопить большие суммы для строительства больших и сильных ребят да, я пока свой комплект не менял, потому что смысла в этом особого нет он реально пока класснюче подходит к прохождению этих ужасных планет давайте сразу, наверное, начнем с воли, почему бы и нет я его никогда в первую очередь не строил, но сегодня у меня настроение именно электрическое потому что, наверное, вы по... откуда в тучи под водой? я не знал, что в Меркурии как бы столько воды откуда там появляются тучи? не, ну это магический кот, ладно, он умеет такие вещи проворачивать ничего в этом удивительного нету, я не удивляюсь надо строить котов уже помощнее, потому что один воля, очевидно, не справляется а тут ему на помощь подходит мой кот, познавший бездну имя которого я до сих пор, честно скажу, не знаю, друзья не получается у меня это запомнить хоть убейте меня, хотите, бейте, хотите, не любите меня но я не могу его запомнить а мне кажется, он в представлении, в общем-то, и не нуждается его внешний вид говорит, в общем-то, обо всем зачем ему имя? и так все понятно ты просто смотришь на него, и все, и ты... и все, и понял, ты все ладно, хорошо, что-то я начинаю уже нести максимальный какой-то бред у меня практически все уберы готовы, но я что-то расслабился и совершенно не сражаюсь с противниками ни хрена, ни хрена, что делает этот баран, он добрался до моих котов а вот из-за того, что, друзья, я заболтался и перестал реально нормально производить войска у меня начались проблемы, и у меня тут проблемы во многом из-за того, что у противника есть щиты а я эти щиты никем разбить сейчас не могу нет подходящих котов, хорошо я понял, моя ошибка, прошу принять мои извинения глубочайшие... ой, мне грустно, 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 друзья нужно взять кота для разрушения барьеров я еще в прошлой серии об этом говорил я знал, что на этих инопланетных планетах будут враги, обладающие этими барьерами но я отнесся слишком легкомысленно к происходящему и кота подходящего не взял так, вот у нас барьер и у нас для этой цели подойдет, разумеется, один из покемонов по имени Базибон возьму его, пожалуй, вместо легендарочки потому что легендарочка, что-то меня прям огорчает может быть еще Эрфуна взять? что он там умеет? так, он умеет ломать барьеры он у нас защищен против пришельцев хорошо у него большая дистанция, бьет он по площади вот сколько демоджа у него, жалко, не пишут может взять его все-таки, друзья? пускай будет у нас покемон, давненько я им не пользовался или, 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 нет пускай, пускай, пока будет такая команда, мне она нравится одного Базибончика будет достаточно будет достаточно Базибончика сейчас я попробую начать именно не с Базибончика, друзья не подумайте, я не хочу вести вас в заблуждение начну я с обычных котов потом все это дело приправлю несколькими Кассаджизиками это очень вкусно получится прекраснейшее блюдо, состоящее из котов, из Кассаджиза и печально вот в этом уровне то, что здесь нельзя охренительно нас память а вот правда это моя ошибка, друзья когда враг подошел близко к моей базе и у меня коты быстро погибали, я мог спамить, но я почему-то этого не делал не, ну это конечно косяк, вопросов нет это косяк мой, я его признаю и все больше котов строить я не могу но буду строить Кассаджиза пока не, справляемся мы, друзья, просто великолепно начнем с метамы, просто чтобы задержать противника потом построим Базибона сразу же быстро сломаем щит кстати, мы уже можем это сделать я бы еще какую-то машину бы построил бы ну и все, гораздо лучше получается в этот раз, друзья меньше слов, больше дела, больше котов и охренительный котяра, сидящий в большом роботе блин, вот я редко его замечаю я знаю, что в роботе сидит кот, но я не замечаю обычно этого так, ладно, нам нужен познавший бездну нам нужен электромонстр и да, смотрите, как гораздо теперь все проще дается щит легко был разрушен охренительным фаерболом давай еще один фаербол запусти, сломай щит бэмс, щит разрушен ох, великолепно, друзья ой, великолепно, просто великолепно не, ну это простейший уровень предыдущие были значительно сложнее просто возможно, когда люди проходят этот уровень у них не все уберы имеются и не все коты есть, которые могут разрушать барьеры а без котов, разрушающих барьеры сложно, блин, сложно у меня, например, в команде в моей коллекции котов котов, справляющихся с барьерами ну, не то чтобы мало их практически нет их, нет, их мало, да, да, да это, к сожалению, правда правда, суровая и жестокая так, опять барашек загулял так, он, щит разрушен а что, его, по-моему, воли разрушил а что, воли тоже умеет разрушать щиты? вот, что-то я знаю, что-то это мой а реально ведь воли вроде как может разрушать щиты и там же он был тоже а что тогда, в прошлый раз возникли проблемы видимо, воли быстро погиб и разрушать щиты было некому поэтому строить таких котов, способных справляться с этой задачей надо все же попозже ну, и я хочу увидеть, наконец-таки солнце, друзья вау, на солнце должно быть что-то эпичное максимальное количество котов в 20 ну, пока уровни даются легко и поглядим, что же все-таки происходит на солнце понятно, а, на солнце заводы да, понятное дело, что много котов на солнце жить не смогут потому что коты нет, коты любят тепло, слушайте, но не такое сильное, как на солнце да, коты обожают тепло ну и коты сами, они, знаете, они как аккумулятор он с теплом заряжается, а потом нам, людям, отдает вот для этого нам коты нужны, чтобы чтобы радовать нас своим видом и своим теплом, и своими нежностями блин, коты охренительные они очень эгоистичные они очень вредные, да, но они охренительные вот прямо это, конечно, они не такие верные, как собаки не такие вот, они, не такие люби И не так они любят людей, но... Ну как можно не любить котов, друзья? Их просто любишь за то, что это кот. Ему не нужно что-то делать, чтобы можно даже... Даже если бы он кусался постоянно и не мурчал, все равно мы бы любили котов. Они слишком охрененные и слишком красивые. Ладно, хватит мне опять рассказывать про то, какие хорошие коты вы и так все это прекрасно знаете. Раз вы смотрите Battle Cats. Мне кажется, человек, который бы котов не любил, он бы Battle Cats смотреть не стал. И лишь тем более играть. Или все-таки есть такие люди? Блин, интересно, есть люди, которым не нравятся коты в жизни, но нравятся Battle Cats? Это просто... Ведь мы играем в Battle Cats, чтобы... Это как поклонение котам, да? В некотором роде. Вот, блин, наверное, это еретики. Это люди еретики, это... Это еретики. Да. Плохой человек не может любить кота. Так что все люди, кто любит котов, они хорошие по умолчанию, наверное. Так, у нас тут проблемки. Опять, я вообще сейчас, если честно, за игрой особо не слежу. Я просто нажимаю рандомно к навиши, и вроде что-то получается. У меня сейчас в голове одни лишь только коты. Ладно, все, надо... Надо смотреть за игрой и глядеть, что здесь вообще происходит. Потому что проблемки, проблемки начались. Какая-то машина, конечно, хоть и сдерживает. Надо бы еще воли построить. Там у врагов щитов нету. Почему у нас такие большие проблемы? А, не, все нормально, друзья. Вон воли выходят. Ну и можно теперь только кассаджи застроить. На остальных котов я не хочу тратить свободные ячейки. Раз котов можно построить здесь только 20, значит, только котов мы и будем строить. Мощнейших, мощнейших, мощнейших. Ну, что-то жестко, жестко, блин. Жесткий уровень. Пробиться мы так легко не можем. Да, тяжело, когда есть все-таки ограничения. Особенно по количеству. Вот самое неприятное для меня ограничение по количеству. По стоимости это, в принципе, плевое дело, но по количеству это проблематично, конечно. Так, ну что, сломаем голову, да? Сломаем или не сломаем? Блин, у меня уже все уберы почти погибли. Нужно построить еще одну кот-машину. Но только благодаря кот-машине мы не можем... Они нас не могут пробить. Давайте спамы немного, может, построим все-таки. Места вроде есть, но еще кассаджизика, разумеется. Да, мы добрались до базы. Сейчас она будет сломана. И мы отправимся на следующую какую-то точку нашей галактики. И только, если мы уже закончили с солнцем, куда мы полетим? На Нептун какой-нибудь, может быть? На Нептуне, на Плутоне мы вроде бы еще не были. Да, по-моему, да. А еще у этого кота, познавшего бездну, почему-то закрученные ноги у основания тела. Это странно. Очень странные кости. Он уже состоит из костей, да? Ладно, хорошечно, хорошечно. Мало опыта у меня, друзья. Блин, не хочется... На уран, точно уран. Полетели на уран, друзья. Полетели на уран. Так, ну чё. Погнали, погнали. Уран. Уран нас ждет, друзья. Уран. Понятия не имею, что мы там встретим и кого увидим. Я не посмотрел на ограничения. Ограничения, кстати, друзья. Вот сейчас будет жестка. Жестка сейчас будет. Я не посмотрел, блин. Моя ошибка. Не посмотрел. Придется играть тем, что имеется. Только обычные коты и косаджиза. Каков шанс пройти этот левел? Мне кажется, максимально маленький. Потому что котов, ну, помимо... Ну, много спама у нас. Много спама и косаджиза. Поглядим, что из этого выйдет. Не совсем подходящие коты, конечно. Будем, наверное, долго биться в этом левеле. Долго пытаться будем его пройти. Но, возможно, за счет большого спама все-таки пройдем. Если косаджиза накопится много. И если никакого особо жесткого врага не вылезет впереди. Да, вот сейчас ограничение наступает реально неприятное, неприятное. Зато сколько котов, блин. Это безумное какое-то количество. Ой-ой-ой-ой. Кабанелла были. С кабанельчикенс. Ну, давай зимбем подремся с тобой. Ведь ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же он раскидывает моих ребятишек-котов? О, косаджиза не трожь. Нет, косаджиза выжили. Косаджиза продолжают жить. Косаджиза продолжают сражаться. Ой-ой-ой. Я немного неправильно, некорректно нажимаю спам. И много упускаю. Не вовремя. Так, пока... В общем, вы понимаете, я все. Не могу даже говорить. Не могу наговорить, потому что меня обуяла боль. Меня обуяла желание мстить за убитых косаджиза. Я их так долго собирал. Я так долго строил это великое войско. И вот оно к чему привело. Я, в общем-то, могу сейчас хитрить. Да, и воспользоваться помощью кошачьего бога. Чтобы устроить настоящее спамлющее кошачье войско. Но делать этого я не буду, потому что я не хочу тратить банки. У меня их осталось крайне мало. И они будут потрачены только в самых крайних случаях. Если, например, у меня будут реально большие проблемы с каким-то левелом, то тогда уже придется немного раскошелиться. Но пока вроде, смотрите, получается. Прям реально получается. Вроде бы он не пробивается. Ну и мы-то его... Мы его пробиваем? Друзья, если я пройду сейчас такой командой этого чувака, Ну это будет прекрасно, просто великолепно. Самыми, считайте, простыми котами его забьем. Возможно, даже если бы у нас было больше спама без Кассаджиза, может быть, мы тоже смогли бы его убить. Но пришлось бы нанести какое-то нереальное количество ударов. Это вряд ли, конечно, получилось. Ладно, давайте лазер используем. Сколько мы уже хп-му сняли? Кассаджиза вроде много и стреляют они уверенно и эффективно и быстро. Но он продвигается все же, друзья. Он все же продвигается по чуть-чуть, полигонечку, потихонечку продвигается. Я прям вижу, он доберется сейчас опять до Кассаджиза. Нет, добрался. Я нескольких убил. Вот так беда, вот к печали. Не, ну дэмэджа вроде много должны носить были ему. И деньги закончились. Вот печаль, что нету больше котов. А если не спамить? Точнее, нету больше врагов и прибыли. Прибыли моя, просто она... Ее нету прибыли. Вот как бы нет прибыли. Она как бы и могла бы быть, но ее, видите, нету. И это вот меня, конечно, очень сильно... Немного меня не радует. Давай же. Нет, ну мы так можем до бесконечности сражаться. Выпустите, пожалуйста, еще несколько... Мы его убили. Ха-ха, я знал. Я знал, я знал, я знал. Кассаджиза. У меня уже как бы есть заказ на памятник для Кассаджиза. Скоро его, наверное, привезут. Нет, ну конечно, конечно, да. Надо установить ему памятник. В центре города желательно. Чтобы туда стекались паломники просто со всего мира. Посмотреть на великого Кассаджиза, благодаря которому мы смогли захватить гребаный Уранус. Это великолепно. Это великолепно. Вот. Вот в чем сила, друзья. Сила в Кассаджиза. Как же они жестко, блин, расстреливают. Так, сколько, интересно, ХП... О, и кот... А еще больше котов строить нельзя? Интересно, сколько... Сколько, сколько, друзья, было ХП у того балбеса, который решил дерзить. И был жестким образом наказан. Жесточайшим. Непонятно. Ладно, давайте все-таки перее... Немного перегруппируем нашу команду. Какое там ограничение у нас? Давайте посмотрим. Походу придется несколько котов заменить. Да, только одна полоска нам доступна. Хорошо, давайте тогда сделаем таким образом. Так как у нас будут пришельцы, да, в основном, нам понадобится какая-то машина. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, почему. Сдерживать натиск. Далее нам понадобится... Нет, Кассаджиза здесь должен находиться. Кассаджиза... Я без Кассаджиза не буду даже играть в игру больше никогда. Дальше нам потребуется кто-нибудь, кто способен разрушать вражеские щиты. Ну, давайте возьмем, например, Базибона. Пускай будет Базибон. И, наверное, не мешало бы сюда Метаму затолкать, друзья, чтобы замедлять. Ну, давайте пока таким комплектом поиграем. Мне, конечно, очень непривычно без Метамы. Метамы. Но вы говорите, что Метама многим надоела. Я просто не хочу даже с этими людьми общаться, которые говорят, что Метама надоела. Ну, ребят, ну, давайте будем любить Метаму. Почему нет? Я же не могу один ее любить. У нее там, видите, как много. Там у нее много котов. Мне нужна банда, чтобы всех котиков Метамы понижукать немного. Потискать. Вы же понимаете. Ладно, пока без Метамы играем. Так, и, походу, у врагов уже щиты есть. Надо как можно раньше построить, друзья, Базибончика, чтобы этот щит проломать. Но денег нет. Очень-очень-очень-очень жесткие сразу пошли враги. Походу, придется брать кого-нибудь, кто разрушает щиты подешевле, чтобы мы могли сразу их строить. Ибо, как вы видите, не получается пока. Только буду спамить пока. Ладно, будем спамить. Будем копить на Базибона. Не знаю, получится накопить быстро или нет. Ну, поглядим сейчас, поглядим. По-любому Базибона надо строить. Зря я в Кассаджиза вначале построил. У меня бы уже был Базибон. Если бы его не было, и щит бы уже был сломан. А так приходится немножечко страдать. Ладно, выходит Базибон. И, ну что, перевернешь, э? Все-таки битву на нашу сторону, как бы. Немножко баланс сил должен измениться теперь, Базибон. Как ты думаешь? Давай, ломай щиты. Бимс, минус щит. Хо-хо, и минус баран сразу. Отлично. Давай, сделай еще раз такой красивый удар. Давай, давай, Базибон. Порадуй, порадуй, давай. Бимс. Отлично. Бум. Ой. Именно, друзья, ваншоты. Ваншоты, ваншоты. Пошли, ваншоты. Замечательно. Отлично. Ну, так это просто тоже элементарный уровень получается, слушайте. Не, сегодня, сегодня у нас прям все круто сложилось. Мы практически нигде не про... Мы нигде не проиграли, да, ведь? Все у нас здорово. Конечно, пришлось кое-где попотеть и потратить кучу времени. Но, в целом, уровни захвачены. Планеты принадлежат котам. И мы можем спать спокойно. Сейчас уже вечер. Да, я сейчас доиграю. Выложу видосик и со спокойной душой лягу спать. Знаешь, что все, что нужно было сделать, сделано. Отлично. Так, остался Посейдон здесь. Ну, давайте биться с Посейдоном. Это Посейдон? Что-то он какой-то немного... Ну, вы понимаете. Он русалка-подобный слишком, да? И позу у него такая довольно... Посейдон-возвращенец, типа. Ну, да ладно. Ладно, ладно, ладно. Все, давай, сделай красоту. Бэмс. Какая-то машина доделал работу. Ну, и, друзья, пока на этом мы остановимся. Если вам нравятся видосики по Баттл Кэтсу, не жалейте лайков, друзья. Не жалейте. Будет очень приятно видеть ваши лайки на моих видосах. Это всегда круто. Это всегда здорово. Большое спасибо, что посмотрели видос. Надеюсь, вам понравилось. Короче, друзья. Спокойной ночи. До завтра. Как всегда, до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok